всем добрый день меня зовут ксения гусева я являюсь куратором двух факультетов текстильного и керамического о котором мы сегодня с вами и поговорим собственно изначально керамический факультет должен был состоять из двух отделений керамического и стекольного но открыт был только первый вообще керамический факультет самый неоднозначный и сложный факультет всего футемаса за всю десятилетнюю историю его закончил всего лишь 23 студента керамиста и сразу возникает вопрос почему столь небольшое количество на самом деле причин было множество одна из них самая основная это отсутствие производственной базы на факультете не было горнов для обжига не было даже средств для закупки соответствующих материалов например глазури силикатов или ангобов и в итоге все обучение представляла собой скорее теоретическое а не практическое и большая часть проектов студентов оставалось на бумаге вторая причина тоже немаловажная заключалась в том что на протяжении всего десятилетия факультет имел нестабильную историю частая смена преподавателей частая смена деканов приводила к тому что в итоге не сформировалась общая какая-то идеология и студенты не чувствовали поддержку со стороны преподавателей не были вообще уверены в своем деле это побуждало их переходить на другие факультеты и самое главное это выразилось в работах студентов керамфака они очень разнохарактерные разношерстные студенты пытались создавать керамические изделия совершенно разных направлениях и это выразилось действительно в этих предметах и на выставке мы постарались выделить три основных направлений деятельности керамфака первое это форма образования второе это роспись по фарфору и третье художественно-изобразительное то есть мелкая пластика монументальная живопись и например создание каких-нибудь декоративных панно и сейчас мы о каждом подробнее с вами поговорим форма образования это одно из самых очевидных направлений деятельности керамического факультета которое было нацелено на создание совершенно новых форм посуды на факультете за это отвечали два художника которые имели абсолютно диаметрально противоположные концепции первую из них представлял владимир татлин который приходит на факультет в 1927 году ввести дисциплину культура материала он призывал своих студентов создавать совершенно новые формы посуды и более того предлагал им отказаться от выступающих частей он был представителем идея органической формы природной и хотел чтобы предметы созданы из глины максимально соприкасались с телом человека потому что глина это самый тактильный приятный близкий материал для человека и у нас на выставке представлены несколько студенческих проектов которые визуализируют эту концепцию например знаменитая перечница эмбрион василия боркина силуэте перечницы мы сразу угадываем образ эмбриона но при этом мы действительно наблюдаем отсутствие выступающих частей мы полностью соприкасаемся с предметом что не позволяет ему выпасть из руки и другим примером этой концепции выступает работа студента алексея сотникова заварной чайник как мы видим здесь нету сильно выступающего носика и вообще отсутствует ручка зачем нужна ручка чайнику для того чтобы мы не обожглись при соприкосновении с чайником наполненный горячей водой здесь же алексей сотников предлагает в тех местах тулово где идет как раз соприкосновение руки с чайником поместить рельефные детали которые не позволяют обжечься при его использовании вторую концепцию формообразования на факультете представлял алексей филиппов он выступал за рационализацию и стандартизацию посуды что это значит это значит что мы берем за основу уже созданные ранее предметы посуды и пытаемся их упростить обобщить сделать более доступными более дешевыми а самое главное чтобы брака было намного меньше чтобы при транспортировке предметы не бились и самым ярким примером выступает эксперимент с рационализации знаменитого чайника рафаэль перед нами есть старый вариант и обновленный мы видим что алексей филиппов предлагает отказаться от функционально необоснованных деталей то есть декоративных элементов которые действительно могут привести к повышенному браку и образ нового чайника по своей эстетике по своей конфигурации соответствуют новым эстетическим и художественным потребностям советского человека в частности алексей филиппов волновал вопрос крышки которая часто бьется и выпадает из тулового чайника здесь мы видим что он как бы продолжает ручку чайника который фиксирует движение крышки более того форма носика также меняется он ее поднимает и уменьшает благодаря этой форме чай проще наливать в кружку вода не разбрызгивается и не приходится так сильно наклонять сам чайник стоит сказать что идея о стандартизации рационализации посуды алексея филиппова не воплотилась в жизнь большая часть проектов осталась на чертежах и большая часть экспонатов представленные на нашей выставке являются авторскими реконструкциями уже 60-х годов но единственным исключением является знаменитый коралловый восьмигранный сервиз студента василия дорофеева он был создан для знаменитого дулевского фарфорового завода который хотел создать совершенно новый тип компактного сервиза в чем это заключается во первых если мы посмотрим на каждый предмет то мы видим что форма разделяется на 8 граней и при транспортировке они как бы складывались одна в другую и между ними не образовывалось пространство воздух который мог привести к трещинам при перевозке более того это давало преимущество и при создании самого сервиза то есть в печь для обжига могло поместиться не четыре чайника например а целых шесть тем самым это удешевляло сам сервиз и делал его более доступным на факультете повышенное внимание уделяли вопросу взаимосвязи формы и росписи преподаватели ставили острый вопрос о том как функционально обосновать роспись и в качестве примера выступает студенческий проект владимира ковальского которому дали задание расписать столовую посуду перед нами представлены 4 глубоких тарелки но они по-разному расписаны идея владимира ковальского заключалась в том что для каждого вида еды мы берем конкретную тарелку например есть тарелка для борща она окрашена характерный фиолетово-свекольный цвет и по идее при многократном ее использовании цвет самого борща еще дополнительно окрасить эту тарелку и она станет намного ярче и тем самым внешний вид не то чтобы испортится даже улучшится но мы понимаем что это довольно утопическая идея потому что во первых производство таких тарелок становится намного дороже а во вторых в суматохе столовой невозможно думать еще о том какая тарелка для какого блюда и в итоге от этой идеи отказались но тем не менее этот проект действительно характеризует совершенно новое дизайнерское мышление самого футемаса роспись по фарфору это одна из самых базовых дисциплин на керамическом факультете которая буквально преследовала студентов от начала до конца всего обучения вела эту дисциплину художница наталья готенберге она была специалистом по работе с фарфором она понимала специфику работы над росписью и учила техническим и художественным приемом в этом деле но самое важное то что она не была для студентов художественным ориентиром она давала полную свободу действия и студенты впоследствии вспоминали что мы могли обратиться к экспериментам супрематическим мы могли вдохновиться кандинским мы могли например перенести чехонинский ленинградский агит фарфор и так далее а кто-то мог даже обратиться к народным промыслом и сделать роспись под гжель с одной стороны у студентов была та самая свобода выбора мотива с другой стороны они сами говорили о том что у них не было художественного вдохновителя человека который бы действительно заставил их создать совершенно новое направление в росписи по фарфору но тем не менее именно со студентами керамфака связано явление сюжетно-тематического рисунка в промышленном фарфоре они вдохновились техникой аэрографии и решили перенести ее на роспись они накладывали трафарет поверх готового изделия и переносили рисунок это позволяло сохранить идентичность рисунка на всех образцах а самое главное это удешевляло и ускоряло процесс главным заказом керамического факультета был заказ на создание подарков к третьему конгрессу коминтерна руководил этим заказом студент аганеста т8 под его руководством было создано около 51 рисунка из которых 3 были даже примированы и 12 вошли в производство в итоге было создано 1750 изделий и некоторые из них представлены у нас на выставке они на самом деле являются примером живой традиции ленинградского агит фарфора и отсылают нас к стилистике художника чихонина они отличаются пышностью богатством яркостью отчего впоследствии пытались как раз таки избавиться потому что это не соответствовало общей идеологии для нас важно то что каждый из предметов кремился специальной маркой на которой изображался художник сидящий за гончарным кругом а рядом надпись керам фак футемас и это значит что уже в 1921 году керамический факультет воспринимал себя фабрикой которая конечно же должна иметь свое собственное клеймо и последняя часть нашей экспозиции посвящена художественно изобразительному направлению керамфака это мелкая пластика монументальные панно и различные декоративные произведения на самом деле художе изобразительное направление на керамфаке стояла наравне с производственными из-за отсутствия производственной базы и возможности реализовывать свои проекты материалы студенты волей-неволей стали обращаться к преподавателям с общих кафедр и созданию художе изобразительных произведений в итоге основными вдохновителями становятся преподаватели иван ефимов вера гнатина мухина павел кузнецов александр куприн они учили их воспринимать глину как художественный материал указывали на пластические свойства на эстетические примечательно что большая часть студентов после окончания футемаса если приходили на производство то задерживались там ненадолго они себя связали именно с художной деятельностью они производили мелкую пластику создавали различные скульптурные группы и уже впоследствии они вспоминали что керамический факультет делал из них именно художников не художников производственников а именно скульпторов и интересно что в 1926 году была даже попытка объединить скульптурный факультет с керамическим потому что идеологически они были близки уже друг другу но тем не менее действительно посмотрев на все экспонаты с выставки мы видим насколько предметы разнообразные насколько было множество различных художественных ориентиров и студенты искали себя искали свой творческий метод и если они уж не ушли на производство но тем не менее впоследствии они стали очень известными художниками в советском союзе и и и и и и и Продолжение следует...